Добрый день, уважаемые земляки! Хотел бы сегодня к вам обратиться по вопросу борьбы с распространением ковида. Коронавирус у нас в республике растет. На сегодня у нас уже 1100 человек находятся в больницах. Из них более 800 человек – это ковидная пневмония, это уже тяжелая форма. 77 человек находятся в реанимации. И надо отметить, что больше половины и больных, и тех, кто находится в реанимации – это люди моложе 65 лет. То есть ковид помолодел. И сейчас во всех возрастах практически равная заболеваемость. У нас и дети болеют, и взрослые болеют, и старшее поколение болеет, и, к сожалению, беременные женщины болеют. Ковид касается теперь уже всех. Он по возрастам не делится, обращая на это внимание. Исходя из этого, вводятся дополнительные меры по борьбе с ковидом. У нас общий ПИД будет работать до 23 часов. То есть у нас было снято ограничение, вводим снова, до 23 часов. При этом не более 4-х человек за столом, не считая детей. Обращаемся к всем работодателям по возможности максимально перевести всех, кого возможно, на дистанционный режим работы. Обращаюсь ко всем. Максимально соблюдать масочный режим. Соблюдать его везде, в общественных местах, в торговых центрах. При этом ответственность за соблюдение всех мер безопасности и профилактики в торговых центрах несут владельцы, администраторы торговых центров. Тоже прошу на это обратить внимание и не переадресовывать ответственность, что вот люди сами, не сами. На входе обеспечивайте контроль, что люди входят с масками. Что перемещение внутри торговых центров в масках. То есть ответственность за соблюдение антиковидных мероприятий лежит на владельцах торговых центров и на операторах. Это же касается и больших магазинов. Титан, Абсолют и так далее. Уважаемые коллеги, все, кто владеет торговыми точками, точками развлечений, где собираются люди, вынесете ответственность за соблюдение мер по борьбе с ковидом. Также у нас отменяются все большие мероприятия с участием из разных районов наших жителей. Такие как сельские игры, сухарбан, наш байкарский сабантуй. В общем, все, что было запланировано на июнь, мероприятия отменяются. У нас сохраняются мероприятия в федеральном уровне. Такие, как будет турнир по самбо и другие. Но без зрителей, приезжающие участники, все 100% со справками. Иной вариант запрещен. Повторюсь, опять же, без зрителей. То есть это проводится как зачетное мероприятие, поскольку они стоят в общем федеральном календаре. Иные массовые мероприятия, такие как родовые ОБО и прочие. Тоже обращаю внимание, что их не следует проводить. Но уж точно духи рода не будут рады, если весь род ляжет в больницу. Из-за того, что пошли и собрались. Еще съехались из города, из районов и между собой пообщались. Поэтому прошу к этому внимательно и ответственно всех отнестись. И не проводить, в том числе, я повторюсь, и родовые ОБО. Молиться можно из дома. Это подтверждает и наша Санха. И все, кто является посвященным в религиозные, в духовные дела, подтверждают о том, что молиться можно и дома. В общем, уважаемые жители, уважаемые земляки. Ковид растет. И касается всех. Болеют все. Поэтому только сообща, мы можем с ним бороться и остановить его распространение. Больницы заняты уже всем. Мы разворачиваем дополнительные места, как это было осенью прошлого года. Мы вновь запускаем ковидные такси. Мы принимаем дополнительные меры, чтобы бороться с распространением ковида и лечить тех, кто заболел. Но если не будут соблюдаться меры безопасности, то мы ковид не остановим. Я прошу всех отнестись к этому максимально ответственно, потому что если будет дальше рост, то мы вынуждены будем опять вводить с закрытия предприятий, организаций, торговых организаций, общепита. Полное закрытие – это то, чего не хотелось бы допускать. Поэтому прошу всех подумать о себе, о своих близких, о своих товарищах, вообще о республике. Что безответственным поведением мы можем подвести сами себя. Это касается всех – и молодых, и взрослых, и старшего поколения. Подчеркиваю, молодых особенно, поскольку легкое, безответственное отношение к этому провоцирует то, что вы сами болеете, заражаете еще и взрослых. Причем, повторюсь, в больнице уже лежат молодые. Ковид тоже изменился. У нас в республике ходят и британский штамм, и индийский штамм. В общем, болеют все. Все должны соблюдать меры предосторожности. Всем здоровья, будьте внимательны.